Ты не забудь За что было? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, алло, Дмитрий Чижов, директор детективного агентства, слушаю Да, Леш, привет Ну, какие новости? Рассказывай Привет Доброе утро Тихо, тихо Вот сюда Садитесь Это мой осведомитель звонит Да Что? Какая швабра? Нам что, заниматься пропажей швабры? Леша, пожалуйста, я прошу тебя Не звони мне по поводу всякой ерунды Найди нормальное дело, нормальное Все, пока Чего? Да ничего, осведомителя нанял Он денег ему заплатил А он звонит по поводу пропажи швабры Он бы еще позвонил по поводу пропажи Не знаю, там Мелка? Ну, например, мелка Ага Ладно, что у вас? В смысле? В прямом смысле, что у вас? Какое-нибудь дело, подробности Давайте, я записываю Что нашли? Так, вроде, ничего не было А почему? Ну, потому что А потому что, Паша Если сидеть сложа руки, ничего и не будет Я тут бегаю Осведомителей нанимаю, интересуюсь А ты Ты что такой лохматый, Паша? Разве? Да, ты очень лохматый Ты лицо компании, а ты ходишь, как не знаю кто Не расческой Вот расчешись давай, расческой Значит так, ребята, я жду вас после урока Пожалуйста, выясните там у своих одноклассников Что-нибудь, прощупайте почву Как там, чего? Хорошо Ничего, ничего хорошего, Паша Я не наблюдаю пока что Ничего хорошего Чиш Чего? С тобой что? Что такое со мной? Все нормально? Табличка, это костюм Это самое, я Тут, между прочим, главный Я должен выглядеть нормально Я лицо компании А что прикажете, в лохматик ходить? Или как этот, вон, не причесываться? Все, давайте, идите, пожалуйста, уже Алло Да Ну чего, Леша, чего там? Какой мелок? Мелок пропал? Что случилось с ним? Стерся он? Не стерся? Здравствуйте Ну чего, вы замерли-то? Встали Поздоровались И сели Что это такое-то? Вы скоро вообще меня перестанете замечать Права, Зоя Захаровна Никакой дисциплины Почему доска грязная? Кто дежурный? Кто сегодня дежурный? Вареньев Вытри, пожалуйста Ребят, я, конечно, не Зоя Захаровна Я гайки закручивать не буду Но, в конце концов Какие-то элементарные требования Вы должны исполнять или нет? Должны или нет? Вы взрослые уже, ребята Вам уже сколько? Ой, нет Стоит, спасибо Ой Держите Спасибо Ой Чего сегодня не food, Маша Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ой, а стук-тук подпилили Да при чём тут стул? Помоги лучше Подожди, но подпилили же кто ты сделал так я спрашиваю я спрашиваю кто врача нет врача не надо врача никакого не надо тихо только доведите меня до кабинета пожалуйста так а вы все вы все занимайте ясно занимайте я сейчас отлежусь и на следующем уроке я проверю спасибо тихо тихо только очень потихоньку ребята это с этим не шутится спина да что там нашла холодная я правда не знаю что сейчас лучше холодная или теплая сейчас лучше всего помоги мне перебраться на мое кресло хорошо там не будет удобнее я думаю что на самом деле сейчас лучше холодная потому что скорее всего это ушиб ну или перелом вот никогда точно не поймешь вы знаете у меня подружка тоже недавно сломала ногу ну как недавно зимой тихо 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 ты ты на меня нажимаешь понимаешь а наоборот поддерживаю вот это самое и такая она сломала ногу все думали что это у нее ушиб оказался перелом она ходить то не может тихо я сам сяду ладно вот с костями всегда шутки плохи особенно в вашем возрасте они так тяжело срастать каком еще возрасте ну вот что ты говоришь на какой у меня возраст еще ну может быть это там растяжение какой-нибудь еще что-нибудь так пиджак помогай а так может быть выпить хотите еще стакан принесу нет не надо выпить сказал а то же мне еще спиртного не хватало во время рабочего дня откуда наш шампанское то со дня рождения вот парадокс единственной школе что можно найти холодного это бутылка шампанского какая разница то действительно никакой лен вот сорванцы скажи пожалуйста стол подпилили что я им такого сделала я вообще милицию вызвала и скорую травму зафиксировала так вот и да ничего никакой милиции никакой скорой я сам своей школе разберусь сам понимаешь найду виновного и накажу как следует накажу а как вы его найдете как найду я к чужому обращусь у него теперь детективное агентство вот и пускай ищет работенка для него нашли с кем связываться как говорит русская народная поговорка послушай женщину и сделай наоборот послушай полегче чуть-чуть стало чижов так борис максимыч чижов давай приди ко мне в кабинет у меня для твоего агентства есть рвотенка что ну какая тира придешь эти все объясню нет ничего мне не украли нет со стула я упал слушай все давай придешь эти все объясню давай лен ты иди иди работа я подержу посижу здесь спасибо тебе от сорванцы дети так давайте давайте ребят поскорее собираетесь собираетесь книжечки тетрадочки и уходим шевелим ножками давай осторожненько тут ходим не задеваем ничего давай 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 паша закрой дверь так ну что у нас тут определенно подпилили вот надрез да это я вижу тут не ходили следы за топчете какие следы а не ну вот кто-то цветок уронил и наступил точно молодец они давай фотоаппарат паша какой фотоаппарат чтобы сфотографировать это фотоаппарат который ты постоянно с собой носишь чтобы сфотографировать вот это или ты не смотришь детективы по телевизору у меня дома есть вот если бы я знала дома ну что можно зарисовать это так я зарисую вот молодец рисуй ну что получается что кто-то до уроков через эту дверь зашел сюда с пилой подготовился понимаешь дверь была не заперта борман никогда не запирает зазе там трясется за свой скелет а тут воровать нечего при чем тут за погоди ты следи за ходом мысли кто-то через вот эту дверь зашел с утра до уроков с пилой подготовленный или вчера после уроков или вчера после уроков да но я все-таки думаю что сегодня с утра перед потому что свежие следы мне так кажется так ну тогда надо к антону сходить и спросить у него кто сегодня первым в школу из учеников пришел точно и не из учеников мало ли недругов у нашего бормана хотя какие недруги у бормана он же такой не злобный ладно короче идите к антону и встретимся в каморке ну я в принципе зарисовала молодец хорошо получилось можно просто в армитаже выставлять ботинок убийцы звучит ведь звучит слушай ну это дорисовать конечно еще надо это когда дело закончим я заберу это для иллюстрации к своей книжке хорошо да не вопрос вот приятными дела с талантливыми людьми ну давайте идите к антону ну мы в наши-то годы максимум кнопку подложить сосна антон здравствуй о привет тишь и коф у нас новое задание появилось ребят ну я вас поздравляю молодцы 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 нам надо задать тебе несколько вопросов что нам нужно задать тебе несколько вопросов распоряжение бориса максимовича давайте задавайте кто самый первый в школу пришел я нет после тебя но зоя захаровна вряд ли это зоя захарова была это еще почему я что за зоя не могу узнать да мы это так о своем а еще кто а еще кто я не помню кто еще а в школу пилу никто не приносил ребят вы что смеете что ли откуда я знаю могли в пакете пронести я же не обыскиваю либо в кабинете труда взять а вы что по поводу того что борману стул подпилили понятно антон можешь вспомнить кто после зои захаровны пришел ребят да вроде все повалили за 15 минут до уроков а так кого-то отдельный я не припоминаю чешу ругаться будет ну ладно спасибо антон а подождите вспомнил после зэ зэ пришла ворона наш завхоз так 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 но она уже 20 минут назад как ушла с борманом поссорилась спасибо пожалуйста да может зря я не пошел к чужому агентство а а а а а а а а а Ну и чё, Катя, как дела? Говорят, с папой поругалась. Типа того. Чё случилось-то? Да ничего. Ты чё такой нарядный-то? Обычный. Ну-ну. Кать, пусть у каждого будет свой секрет. У меня свой, у тебя свой. Да, ведь? Сушки покрутить можно сушками? Пожалуйста. Слушай, можешь ты не так громко хрустеть, а? Раздражает? Да бесит, меня всё уже бесит. Всё, понял. Катя, а чего так тебя всё бесит? Ты поделилась бы со мной? Может, легче стало бы? А? Да ел мне, понимаешь? Я с утра до вечера бегаю по этой школе. Какая-то там инвентаризация. Что-то нужно где-то починить, что-то где-то покрасить. Сколько можно? А он говорит, что я пользуюсь семейным положением и бью баклуши с утра до вечера. Вот пускай тогда идёт и ищет себе кого-то другого. Достал уже. О, Каська, что это у тебя такое? Спила тут? Пенила, что ли, чего? Да брусок купила под столешницу, он большим оказался. Брусок? Сосна. Ты знаешь, что в школе случилось? Что там ещё случилось в этой школе? Там бурман со стула упал. И что, сильно упал? Угу, сильно. Урок отменили, что-то с поясницей. И как это случилось? Ха, представляешь, стул вот так взяли пилой и подпилили в стул. Кто? Да это уже интересно узнать, кто. Ну и как он там сейчас? Берёзкина присматривает за ним. Не, вот сволочь-то, а! Так, давай, Чижов, валяй отсюда! Что такое, что случилось? Давай, давай, иди, мне нужно уходить! Куда ты? Иди, Чижов, иди! Ну я всё понял! Папа, как ты себя чувствуешь? Хе-хе, как плохо, дочка! Вот гады, а! Мне Чижов сказал, что тебе стул подпилили! Да, представляешь, похоже на то! Так, короче, я купила мазь специальную для ушибов, давай, поворачивайся! У, нет-нет-нет, мне пока... Мне только холодную ему надо прихватывать! Папа, эта мазь несогревающая, она поможет! Убирай свою бутылку! Да? Давай, убирай! Поворачивайся! Точно? Точно! Так, где болит, вот здесь? Нет, поднишь чуть-чуть! Здесь? Нет, чуть-чуть ещё! Вот здесь! Ой, извини! Чуть-чуть! Вот тут? Да-да, только аккуратненько, пожалуйста! Ага! Всё, сиди ровно! Да, я сижу! Ой! Доченька, ты сердишься? Да, я сержусь! Ну, извини, я сегодня палку перегнул! Пап, ну что извини? Я ношусь по школе как сумасшедшая, целыми днями, с этими исписанными партами, с этими поломанными стульями, я пытаюсь что-то сделать, чтобы вышло как-то подешевле, чтобы... Ну, прости, прости, пожалуйста! Нет, пап, на этот раз ты меня выслушишь! Пожалуйста, ты, когда сердишься, ты мне больно делаешь! Папа, мне ты больно не делаешь? Прости! Вот, видишь, опять! Дочь, я же извинился! Ну, честное слово! Ладно, хорошо, пап, проехали! Просто мне бы хотелось, чтобы ты хоть иногда замечал мои старания! Я замечаю! Дочь, я всё замечаю, поверь мне, я всё замечаю! Ну и ты меня пойми, мне несколько неудобно, всё-таки ты у меня здесь вот в школе, я директор! Как бы на привегулированном положении! Да, как бы школьная мафия! Место получила по блату! Да, что-то, что-то в этом роде! Слушай, а давай я, давай я поговорю, у меня много знакомых, мы тебе устроим! Так, пап, не нужно ни с кем разговаривать, хорошо? Мне здесь нравится, я успеваю учиться, я привыкла ко всяким там чижам и компаниям, ко всем остальным! Хорошо, хорошо! Может, надо что-то принести? Лена, если надо будет что-то принести, я принесу! Не нашли, кто это сделал? Кто знаю, я все волосы повдираю! Ой, больно же, ну! Вот видишь, опять сердишься! Дочь! Извини! Да! Лен, ты можешь идти? Аккуратнее, пожалуйста! Пап, ты знаешь, у меня такое ощущение, что Чижов думает, что это я! Ты это, не обращай на него внимания! Честно говоря, я зря доверил ему это расследование! Так, ну что, полегче тебе? Ну-ка! Ты знаешь, правда, такое ощущение, что полегче! Слава! Ой! Ой! Ну, вставать пока не надо! Спасибо тебе, дочка! Пожалуйста! Ребята! Присядь! Ну что, я был у Вороны! И как? Во-первых, я обнаружил у нее дома пилу! Во-вторых, она поругалась с Борманом! И в-третьих, если наш отпечаток совпадет с ботинком Вороны, это будет последнее неопровержимое доказательство! Это только косвенные улики! Ну и что? Ну и что? Ничего из перечисленного не доказывает ее вину! Какая ты умная! Какая ты умная! Она у меня такая! Ну? Не у тебя! Я сама по себе! Извини! Значит так, Ворона приходит в школу, мы берем ее за башмак, сравниваем следы, если следы совпадают, значит это точно она! Ну, доказательство это? Ну, не знаю! А я вот знаю! Значит так, пойдем и выведем ее на чистую воду! Ну, у нас сейчас литература! И что? Надо подготовиться! Понятно, я буду действовать один! Тише, я с тобой! Паша! Просто очень интересно, я скоро! Ну, иди! Кать! Ну давай, найдем тебе все-таки другую работу, а? Пап, давай, пожалуйста, закроем эту тему, раз нам всегда! Да? Можно, Борис Максимович? Ага! Что? Уже нашли преступника? У нас есть подозрения, очень серьезные подозрения, но надо кое-что проверить! Ну, что ж, проверяйте? Прямо здесь! А что, можно здесь? Проверяйте здесь! Кать, пойдем поговорим, а? Это очень важно, это для дела! Так, надо проверять! Ну, я говорю, надо проверить кое-что, Кать, пойдем! Ну, проверяйте здесь! Здесь! И я послушаю! Давайте! Здесь, правда? Да, правда! Ну, ладно, хорошо! Кать, дай тогда свой башмак, пожалуйста! Что? Что это за бред? Кать, я говорю, дай, пожалуйста, башмак! Зачем, Чижов? Ну, нужен нам башмак твой! Слушай, Чижов, твои эти дурацкие подозрения начинают меня выводить из себя! Ну, я что похожа на школьницу, которая пуляется с мятой бумажкой из ручки, когда учитель к доске отворачивается? Вот, видишь, это типичное поведение преступника, когда он загнан в угол! Да что за бред-то, а? Кать, ну что, башмак-то дашь? Так! Подождите! Кать, сделай, как он просит! Дай ему башмак, и мы это... Ну, закроем эту тему! Давай, давай, не бойся! Давай, давай! Давай! На, сверей! Ну, вот, пожалуйста! Паша, мы раскрыли еще одно дело! Было непросто, конечно, но интуиция важная вещь! Ну, что, Кать, Кать, что приуныло? Ну, было просто сознаться во всем, и все! Слушайте, ребятки, шли бы вы отсюда, а? А вот не надо, не надо так с нами разговаривать, хорошо? Конечно, Чижов, ты ж крутой! Ты теперь в костюме ходишь, в галстуке, детективное агентство открыло, только ты не учел, что детективы из вас никудышные, понятно? Значит так, Борис Максимович, это Катя попилила вам стул, потому что вы поругались, и она решила вам отомстить. Кстати, да, еще Катя ходит в школу без смены обуви, или есть алиби, может, у тебя? Сейчас такое алиби покажу! Так, тихо, 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 послушай меня, Чижов, вот уж поверь мне на слово, я знаю, о чем я говорю, Кать этого сделать просто не могла, понимаешь? Просто не могла! Борис Максимович, в тихом омуте черти водятся! Кать, давай, уже признавайся, и мы закроем это дело! Мне не в чем признаваться, Чижов, ясно? Не в чем? Да! Точно! Ну, ладно! Мы сделали все, что могли, пожалуйста, вам доказательства, на этом наша работа закончена, всего доброго! Пап, ты что, им веришь? Ну, нет, конечно! Спасибо! Борис Максимович, это еще не окончание следствия! Ой, не окончание! Зря! Зря я вам доверил это расследование! Вот что я думаю! Лопахин! Вызывали? Да, вызывал! А ну-ка, скажи мне, пожалуйста, почему твой отец не приходит? Я ему же не один раз звонил! Он не придет! Как это? Вы его обидели? Да! Я его выставил из школы, но он пришел пьяный в школу, понимаешь? Пьяный! А это учебное заведение! Я должен был так поступить, как директор школы! В общем, в любом случае, передай ему, что нам надо обязательно с ним пообщаться! Все! Идите отсюда! Идите, идите, идите! Расследование у них не закончено! Чай бери! Нет, спасибо, я не хочу! А для кого все это дело? Хотя, как знаешь! У меня тут мысль появилась! А что, если это не ворона была? Что, если Чиша ошибается? Ну, как это не ворона, если все на нее указывает? Я сегодня был у Бормана! И к нему Митька Лопахин зашел! И у них какая-то ссора вышла! Вот я и подумал! А что, если Митька решил отомстить Борману? Ну, а доказательства? Так вот я и предлагаю! Давай завтра за ним проследим! Вдруг что-нибудь выплывет! Ну, давай! Только Чижова об этом говорить не надо! А то скажет, что самодеятельностью занимаемся! Конечно! Ты чай бери! Ну, что, звал? Звал, звал! Сейчас, секунду! Чижов, у меня дела много! Понял, все! Заканчиваю! Ну, чай, кофе? Нет, спасибо! Поговорим, да, Кать? Поговорим! Давай! Кать, мы с тобой давно друг друга знаем! Многое бывало, да? Ссорились, смирились, дружно жили! Короче, скрифосовский! Короче, Кать, я хочу, чтобы ты была со мной откровенна! Пожалуйста, ты сознайся во всем! Борман мне не верит, и это серьезно подрывает нашу репутацию! А ты сознайся, и все сразу станет полегче, а? Пожалуйста, Кать! Катечка, ну мы ведь, мы не маленькие дети! И можно найти силы в себе признаться в содеянном, м? Ну, ты же сильная, Кать! Чижов! Об этом никто не узнает, только Борман, и все, и все! Слушай, ты реально думаешь, что я собственному отцу подпилила стул, чтобы он грохнулся, получил ушибы, ходил с больной поясницей, а я бегала, покупала кремчики, мази, да? Кать, ну чего не сделаешь в сердцах? Ну поругались, всякое бывает, я понимаю, я понимаю это! Чижов, вот сейчас как друг! Да, давай, как друг! Давай! Это не я! Ты же врешь, я по глазам вижу, что ты врешь, Катя, зачем? Слушай, а что ты еще видишь, а, мистер Всезнайка? Нацепил костюм, галстук и ходит такой крутой, деловой, Чижа и Ков! Да, да, Чижа и Ков, я тут директор, между прочим, вот этого вот заведеница, я директор, Катя, и ты должна относиться с уважением! Как я могу относиться с уважением, если ты не можешь найти человека, который подпилил стул моему отцу, а? Я могу, я нашел, вот этот человек, но он не хочет сознаться! Знаешь что, Чижов? Что? Ты дурак! Что? Ты дурак, каким был, таким и остался, понятно тебе? Я все равно тебя выведу на чистую воду, слышишь меня? Слышишь, нервный он какой? Ничего Пошли за ним Пойдем Пошли Да я тебя, что ли, чмокну в щеку? Ты что, оборзел? Для конспирации Я тебе сейчас дам конспирацию Тихо Пошли Пошли Продолжение следует... Продолжение следует... Всё, Митька, пойдёшь с нами. Никуда я не пойду. Пойдёшь по-хорошему. Всё равно не пойду никак. Аня, отойди. Ты знаешь, с кем ты связываешься? Да как... Осталось! Ой! Ой, что-то дико. Минуты! Вот! Чё? Вот он! Кто он? Ну тот, кто бармана стул подпилил. Пила. Ничего я не подпиливал. А мы сейчас в милицию вызовем. Дмитрий, звоните! А, да-да-да, точно, точно. Сейчас я позвоню. А, Митька, надо было сразу вас с ним признаться. Теперь хуже будет. Да не в чем мне признаваться. Алло, милиция, здравствуйте. Не надо. Так я что хотел вам сказать? Не надо милиции. Подождите секунду. Это ты? Да, я. Только не надо милиции. Знаете, у нас тут ошибочка вышла. Извините, пожалуйста, до свидания. Это я. Простите меня. Борман простит. Если простит. Давайте не будем ему говорить, а? Как это не будем? Ну, я понимаю, что неправильно поступил, но я больше так не буду. Честное слово. Да, я думал, что это ворона. Молодцы ребята. Ну, может быть. Мить, отпустим Митьку? Нет. Это неправильно. Пусть сам во всем сознается. Согласен с Аней. Но я же сознался. Нет, мы тебя раскололи. Это разные вещи, парень. И что теперь будет? Не знаю, что теперь будет-то. Не знаю я. Да ладно. Борман добрый, не дрейфь. Добрый ты, добрый, но ты его сильно разозлил. Может, не надо? Надо, Митя. Надо. Да, Митя, да. От тебя я такого никак не ожидал. Ну, садись, раз пришел. Рассказывай, как ты до этого вообще додумался-то, а? Ну, потому что не надо было с отцом и так поступать. Митя, ну, а скажи, что мне было делать, а? Папка твой тоже был неправ. Он пришел в школу, извини, в нетрезвом, мягко говоря, виде. А я директор школы. Что мне было делать? Скажи, пожалуйста, а? Ты понимаешь меня? Митя, послушай, я понимаю, он все-таки твой отец. И, так сказать... На самом деле он хороший. Хороший. Ах, конечно, хороший. Кто спорит? Хороший. Все родители хорошие. Я вот тоже родитель. Тоже хороший. Но иногда бываю неправ по отношению к своей дочери. Всякое бывает. Понимаешь? Ну, все, давай, не держи на меня злая. Лена! Слушай, приготовь нам кофейку. О, подожди, у нас что-нибудь сладенькое там есть? Конфеты или что другое? Найдется. Спасибо. Я есть не хочу. А кто тебе предлагает есть? Так, перекусить. В знак, так сказать, нашего примирения. Угу. Давай беремся. Ну, вот и молодец. Все. На меня тоже проститель. Да ладно, ничего. Бывает. Что? Ничего, ничего. Может помочь? Не-не-не, нормально. Спасибо. Вставь. Что, опять прихватило? Да вставать надо помедленнее. Давай, все, спасибо, Лена. Прощайся. Спасибо. Пожалуйста. Бери кофе. Что такое? Ну, я кофе не очень. Чай кубы. Геруда. Лена! Чай сделай, пожалуйста. Вкусно. Вкусно? Каська, погоди. Ну, Кать. Каська. Че надо тебе? Кась, ну, проси, пожалуйста, что я подумал, что это ты. Прости. Не прощу. Я вот цветов тебе купил специально. На последний. Ну, возьми, а? Не возьму, Чижов, отвали. Кать, ну, подожди, ну, с кем не бывает, а ну, перепутал я. Ну, ошибся человек, ну, со всяким же может быть. Я же люблю тебя, Каська. Чего? Ну, это я в смысле по-дружески. Ты не подумай ничего. Кать, ну, прости, пожалуйста, не прости, Каська. Ну, возьми. Ладно. А обняться? Еще и обняться. Франк безголовый. Ладно. Готов сносить любые оскорбления ради восстановления прежней дружбы. Дурак ты, Чижов. Ну, что, прощаешь? Ну? Прощаю, но цветы лучше подарить не устрою, когда она приедет. Ой, послушай, когда она приедет, эти цветы превратятся в веник. Зато в хозяйстве пригодится, Чижов. У нас есть швабра и пылесос. Ладно, спасибо. Ну, что, хочешь в кафе, я тебя свожу еще, чаем, кофе напою. Ты сказал, на последние цветы кафе. Так я займу у тебя и тебя на твои же угощу, Катька. Анька, а мы все-таки с тобой молодцы. Это точно. Нет, ну действительно. Если бы не мы, все бы так бы и думали, что эта ворона сделала. Ты к биологии-то сегодня подготовился? Нет. Я сейчас домой пойду буду готовиться. Смотри. Self-Evident Truth. Истина, не требующая доказательств. Наверное, я не должен был. Я пойду? Я закрою за собой. О чём ты думаешь, скажи? Опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь, урок закончился. Сдана тетрадь, урок закончился. Но, уходя, ты оглянись. Пусть это всё тебе запомнится. Запомнится. Ты не забудь То, что было в школе. Всё и любовь И до неба горе Всё и друзей И врагов И до драки споры Ты не забудь То, что было в школе Всё и любовь И до неба горе Всё и друзей И врагов И до драки споры Ты не забудь Всё, что было в школе Всё, что было И до драки споры Давай Всё, что было в школе И до драки споры Пусть это всё Всё, что было в школе И до драки споры И до драки споры